Всем привет друзья! В этом видео я уже буду выполнять то, что давно обещал, а именно показывать то, что в игре World of Tanks танки вообще не сбалансированы. Я думаю вы и без меня это понимаете, что некоторые танки полностью полная фигня. Но Муразор там в своих видосиках рассказывал всякие интересные умные вещи про баланс, сказал, что он вообще в этом ничем не разбирается толком, ничего это всего это не знал или изучает, или фиг его знает, короче он там машину заводит, вот в принципе и все. Нужно нам посмотреть процент побед танков на различных серверах. Логично, что на одном и том же танке статистика на разных серверах разная. Это понятно, потому что на одном сервере, на ру кластере допустим, танк популярный, на EU не популярный и так далее. Скилл в разных регионах еще к тому же отличается, поэтому и статистика тоже отличается. Это все очевидно и понятно, но что делать с теми танками, которые по статистике плохие в РУ регионе, в Европе, в Америке и так далее, в Азии там. Если танк плохой везде, не кажется ли, что этот танк ужасный кусок, тупо кактус? И таких танков, на мой взгляд, мне кажется много. Давайте поищем такие танчики. Выберем, допустим, восьмой уровень и выберем также еще процент побед. Выбрали процент побед и восьмой уровень. И что еще нам нужно выбрать? Мы выберем регион РУ. Сервера российские, так сказать. Что мы здесь видим? Здесь есть танки, у которых по 54% побед. Объект 252 у защитника, так сказать. У него процент побед почти 55. Да, довольно-таки жесткий танк по броне, по альфе, по пробитию, но пушка кривая. Но в целом танк может в результат и мы видим, что 55% побед. Давайте посмотрим на каком-нибудь ЕУ, где находится наш этот объект 252 у. Мы видим, что тоже 54% побед. Чуть меньше, чем на РУ, но в целом тоже не намного меньше. Не кажется ли, что танк сильно жесткий по броне в первую очередь? Ну, видимо, мы балансили, мы балансили и танк за бабло сделали им бой. Танк, конечно, не всем приятный. Мне он не сильно нравится, но да, он результат отбивает жесткий. Но давайте же все-таки поищем на РУ-регионе. То есть мы уже видим невооруженным взглядом, что некоторые танки очень перекошенные по процентам побед и жесткие. И разработчики сами говорили, что защитник переапанный. Да и в принципе на первых местах в основном премтанки. Давайте же спустимся в самое днище и посмотрим какой-нибудь 59 паттон. 45% побед, 2690 боев. 45,5% побед. Давайте перейдем с ЕУ-региона на РУ. И спустимся в самое днище. Что у нас здесь находится? 59 паттон, 1007 боев, 42% побед, даже чуть меньше. Не кажется ли, что танк какашка? Нет, нам так не кажется. Игра сбалансированная. Давай, Т-69 хочу посмотреть. Вот уверен, что танк какашка. Так, ищем на РУ-регионе. Т-69, 45, 77. 45, пусть почти 46% побед. Заходим на ЕУ. Заходим на ЕУ. Ищем наш Т-69. Т-69, 40, 8, 58. Немного получше. Не 45. Но, неужели танк не говно? Неужели он неплохой? Он же полностью отвратительный. У него нет ни пробития. У него нет ни стабилизации, ни сведения. Даже если не смотреть на статистику, просто. Ты нормальный, вменяемый человек. Ты садишься на танк, ты понимаешь, что он конченый. Вот два танка сразу беру. И сразу они просто конченые на всех регионах. Переставим в днище. Ищем, где наш Комет. Комет. 46, 79. Заходим куда-нибудь на ЕУ. Ищем наш Комет. 48, 17. Заходим на Америку. Ищем Комет. 47, 74. Тупо везде танк в дне. 47, 47%. Неужели танк сбалансированный? Он же просто отстойный. На нем такая низкая планка ВН-8, что реально на нем легко набивать ВН-8, настреливая хотя бы полторы тысячи урона там. Неужели танк сбалансированный? Тупо помойка. Я вообще не понимаю. Ну неужели танк на хороший? Ну если ты разработчик. Если ты балансишь танки по статистике. По какой нахер ты статистике балансишь, если танк дерьмо? По статистике. Может ты балансишь танки по личным каким-то ощущениям, потому что ты очень хорошо разбираешься в игре? Тоже нет. Где баланс? Где он? Где? Не ощущаю никакого баланса. В чем логика? Я взял три первых танка, которые считаю конченными. Они кончены на всех регионах. Я недавно тут видосики про балансы посмотрел. И так оно в принципе на мой взгляд и есть, что со временем разработчики в своей игре вообще нихера не понимают. А если взять какого-нибудь человека, который задротит в эту игру, он по балансу игры намного больше понимает, чем сами разработчики. Потому что он в нее тупо лупится каждый день. А разработчики в своих циферках и используя свои формулы для всяких там вычислений балансов, ни хера не соображают. Просто ни хера. Потому что они пользуются какими-то там статистиками, формулки. Формулы, они очень не объективные. Они показывают какой-то примерный результат. И нужно просто брать и играть. И только тогда ты поймешь сбалансированный танк или нет. И только потом смотреть на эту статистику. На мой взгляд. Танки вообще не сбалансированы. Тупо помойка. Вообще никакого баланса в игре нет. Абсолютно никакого. Не проработано ни когда танк в стоке. Ни когда танк в топе. Абсолютно никакой связи. Шо в стоке ты на говне играешь. Шо в топе на говне ты играешь. Некоторые танки вообще невозможно играть. Зато есть танки за бабло, которые по 55% побед. Вот и весь баланс. Там они смотрят. Где же танчик? Надо подкрутить, чтоб он нагибал. Там они тестируют его. А тут помойка какая-то. К чему она надо? Вот так и работает ВГ. Набрали муразоров. Они там набалансили фугасниц в японские танки. И все. На этом работа завершена. С другой стороны разработчики говорили, что сделают баланс на десятках. И потом будут спускаться ниже. Давайте же посмотрим. Есть баланс на десятках или нету? Кролеру регион. И смотрим. Объект 907. 60% побед. 60,5% побед. В принципе неплохо. ВЗ-111 модель 5А 55% побед. М-60 53. Ну короче вот нормально так. Удивительно, что у кранваги на 53% побед. Так, давайте спустимся куда-нибудь в данище. На Е5 бедного, которого в говно испоганили 45% побед. И давайте, допустим, Е5 посмотрим, как его испоганили на какой-нибудь Европе. На Европе 48% побед. На России. На Америке. У Е5. 45% побед. Ну в принципе танк неплохой. Танк неплохой. Советую качать. Тупо испоганили танк в говнище. Тупо вот. На Европе 47, там Чи 48. На России 45 и на Америке 45. Тупо танк помоище. Тупо помоище. Испоганили танк в хламину. Какой баланс на десятках вообще ХЗ. Потому что тут и есть тоже полные куски. Вот гриль. 46, почти 47%. На ЕУ гриль 47. На Америке гриль 46.94. И на Россию гриль 46.87. Тупо помойка. И 100 такая же помойка. Я фиг знает. Я не думаю, что есть смысл продолжать. Потому что баланса нету вообще. О каком может быть идти речь в балансе. Если танки за ГК делаются мега имбовыми. Танки за деньги за реальные делаются мега имбовыми. А некоторые танки, которые ты качаешь. Они просто куски. Некоторые танки, которые забыли. Они тоже куски говна. Никакого баланса нет. Абсолютно. Если взять мега имбовый танк. И мега конченный. На одном и том же уровне. Между ними целая пропасть. Не говоря уже о том, что. Когда ты качаешься. У тебя танк не то что конченный. Он еще и в стоке может быть. Он еще в несколько раз конченый. Поэтому честно говоря. Нулевая работа разработчиков. Налицо. В целом конечно нельзя считать. Что просмотр такой статистики. Это 100% верные какие то данные. И им можно доверять полностью. Кто то играет конечно. Какой то танк популярный. Какой то менее популярный. Вся эта статистика всего лишь за последние 30 дней. И в целом конечно еще влияет то. Что некоторые танки с киловикам выдаются. Некоторые только за бабки покупаются. Но все же очевидно и понятно. Что если даже сравнить прокачиваемые танки. Там видно очень здоровенную пропасть. Между танками по балансу. Некоторые вообще неиграбельные. И даже на 10 уровне. Которые якобы балансился балансился. Там вообще тоже здоровенные пропасти между некоторыми танками. И так давайте посмотрим баланс по картам. Я выбрал команду номер 1. И просто все карты. Процент побед. И команду номер 1. Понятно что там где команда номер 1 выигрывает много. Там команда номер 2 проигрывает много. Очевидно. И всякие карты по типу Live Ox. Где у одной команды 55% побед. За последние 30 дней. По сравнению с другой командой. Утес. Где процент побед 55. По сравнению с другой командой. У одной. То это как бы не очень. На степях одна команда 54. Почти 55%. Ну конечно это не 90%. Но 55. 54. Ну что то не очень. Мне так кажется. С учетом того что я почти всегда на одну и ту же сторону попадаюсь. Это что то вообще не очень. А если спуститься в днище. То можно найти такие карты. Как рудники. Где один респ выигрывает 43. 97. То есть у другого респа процент побед 56. Один выигрывает 44. Другой 56. 56%. Что выигрывает один респ. И это скорее всего вы понимаете. Что эти стандартные бои. Где один и тот же респ выигрывают всегда захватом. Никакого баланса нет. Ни по картам. Ни по танкам. И это длится уже несколько лет. Если посмотреть статистику по годам. Было бы намного интереснее. Чем за последние 30 дней. Но посмотрели мы только за последние 30 дней. Вот такая вот интересная. Замечательная игра. World of Tanks. Тут еще конечно есть такие интересные статистики. Как сколько кто фармит. На каком уровне. И в принципе. Могу вам сказать. Что в принципе. На пятом уровне фармят хорошо СТ. Там на шестом седьмом уровне. Хорошо фармят ПТ и арта. Это если не брать прем танки. И они фармят больше всего. И начиная там уже с седьмого уровня и выше. Никакого фарма уже особо не бывает. В основном все идет в минус. Это если общую статистику брать. Если вам интересно. На этом у меня все. Замечательная сбалансированная игра World of Tanks. И это я посмотрел на каком-то сайте. Статистики. Я уверен что у разработчиков есть инструменты более масштабные. Чем какой-то там сайтик. Который я тут сейчас листал. И они могут все это смотреть более подробно. У них есть тестеры. Которые тестируют танки. У них есть статисты. У них есть киберспортсмены. С которыми можно общаться. И спрашивать их мнение. Можно самим садиться за танки. Они вроде бы некоторые из разработчиков играют. И смотреть вообще на свои ощущения от танков. И делать игру лучше. Но результат куда катится игра. Мы с вами все видим. На этом все. Делайте свои выводы сами. Я не говорю что это был какой-то объективный. Смотр статистики танков и карт. Все мои ощущения по игре. В принципе этой статистикой подтверждаются. И подкрепляются. В принципе что я ощущал. То я на этом сайте и увидел. Баланса нет вообще. Всем пока. Играйте красиво.